Всем добрый день! Канал GT-класс Андрей Щетников. И сегодня мы обсудим вопрос, который был задан в конце ролика про Аристарха Самосского и его измерение расстояния от Земли до Луны. А вопрос был такой. Аристарху для того, чтобы произвести свое измерение, уже нужно было знать, что Солнце находится от Земли на много большем расстоянии, чем Луна. И спрашивается, а как он про это узнал? В ваших комментариях были попытки ответа на этот вопрос, но я бы сказал, что ни одну из этих попыток нельзя считать по-настоящему удовлетворительной. Потому что, если мы сравниваем расстояние от Земли до Луны и от Земли до Солнца, то в рассуждении, конечно, должны появиться оба эти расстояния. А таких рассуждений, по-моему, как раз и не было. Ну, когда мы видим, что при солнечном затмении Луна закрывает собой Солнце, отсюда не следует, что Солнце находится на много большем расстоянии. Возможно, они где-то рядом и закрывают друг друга. Так что Луна чуть ближе к нам, а Солнце чуть дальше. А Аристарху надо было знать, что Солнце во много раз дальше, чем Луна. Из наблюдений непосредственно за затмением этого никак не выкинешь. Но на самом деле рассуждение Аристарха, оно очень простое. И то, что оно никому не пришло в голову, ну, в общем, это удивительно и неудивительно одновременно. Потому что, мне кажется, вот то, о чем я сейчас буду говорить, его бы по-хорошему, конечно, надо раз в жизни испытать на собственном опыте. И я помню это свое ощущение, когда я вдруг понял то, что понял Аристарх. Я шел по улице и увидел перед собой на небе ровно половинку Луны. И так гляжу на нее и думаю, ну, раз я вижу половинку Луны, значит, Солнце светит на нее, на Луну, где-то сбоку. Так что и половинку освещает. Давайте, наверное, уже начнем рисовать. Вот Земля, на которой я стою, вот Луна, и вот половинка Луны темная. Я ее на голубом небе и не вижу. А вижу, глядя отсюда, половиночку. И я думаю, ну да, раз я вижу половинку Луны, значит, Солнце где-то сбоку. И начинаю так глазами искать Солнце на небе тут же. И вижу, что его нету, нету, нету. Поворачиваю голову дальше и вижу, Луна где-то здесь, а Солнце где-то там, совсем в другой стороне. И тут до меня доходит, что я искал где-то вот здесь Солнце и вот здесь. А оно на самом деле где-то вон там, очень далеко. Но у меня доски не хватит дальше. Я Солнце вынужден здесь нарисовать. Но на самом деле оно много-много там дальше. И когда я гляжу на Солнце, и когда я гляжу на Луну, угол между этими двумя направлениями, он близок, ну чуть меньше он 90 градусов. Ну он, как это вот покажем, неправильный знак поставил, конечно, меньше либо. В общем, он чуть меньше 90 градусов, близок к 90 градусам. Это означает, что треугольник наш, прямоугольный, таков, что его катет между Луной и Солнцем, он много-много больше, чем катет между Луной и Землей. Ну и гипотенуза, вот она, она много больше этого катета. Вот рассуждение Аристарха, и после того, как он это осознал, уже дальше проделывались всякие следующие рассуждения. И, между прочим, он вот из этого чертежа пытался извлечь и, узнав расстояние от Земли до Луны, пытался извлечь и расстояние из этого чертежа от Земли до Солнца. Но, поскольку расстояние от Земли до Солнца во столько раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, в очень много раз. Об этом мы, кстати, поговорим в следующем астрономическом ролике, который выйдет через несколько недель. Ему из этих рассуждений и наблюдений не удалось этого сделать. Ну, я бы еще все это дело завершил, как бы возвращением к нашей ситуации. Ну, иногда, мне кажется, полезно вам, если вы действительно хотите подумать над вопросом, не писать ответ сразу, а оставить вопрос при себе. Ну, и где-то там, в этот день или в следующий, на досуге все-таки вспомнить его и о нем задуматься. Так, чтобы он повисел при вас. И тогда уже, может быть, какой-то более тонкий и осмысленный ответ, хочется очень надеяться, вам придет в голову. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.